Докладчик Татарников Михаил Владимирович. Уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, рад вас сегодня приветствовать, рад вам сообщить свой доклад. Как верно подметил Антон Павлович Чехов, бывают такие минуты, за которые можно отдать потом месяцы и годы. Действительно, это очень подходит к теме экспресс-биопсии. В качестве введения вкратце мы поговорим о ней. Лабораторная процедура выполнения быстрого микроскопического анализа образца ткани с целью решения конкретных поставленных задач перед исследованием, задач диагностики патологического процесса и чаще всего используется именно в онкологической практике. Основная функция интероперационной консультации состоит в том, чтобы обеспечить как можно более точную оперативную диагностику, оценку ткани и эффективно сообщить результаты соответствующему хирургу-оператору либо оперирующему онкологу для руководства последующим хирургическим лечением пациента. Задачи, которые ставятся перед интероперационным исследованием, ну, во-первых, здесь она отдельно даже выделена, оценка наличия в первую очередь благачественного образования, потому что это кардинально меняет ситуацию, либо оно есть, либо его нету, потом оценка локализации гистологического типа опухолевого поражения и оценка инвазии отдаленных метастазов. Это про основные цели. Также она может использоваться для адекватности образца ткани, для последующих клинических задач в плане диагностики, либо определения лекарственной чувствительности, резистентности. Также могут учитываться такие важные вещи, как сохранение эффективности при онкогинекологических операциях, снижение в целом беспокойства пациента и его семьи, соответственно, объем будет разной операции, соответственно, разная нагрузка на пациента, и последующая оценка риска прогрессирования заболеваний, соответственно, прогнозы. Не могу обойти вниманием пионеров этой отрасли, скажем так, отцов-основателей. Однажды Уильям Холстед, главный хирург новой больницы Джона Хопкинс в Соединенных Штатах Америки, в 1891 году попросил своего коллегу Уильяма Уэллча, патолога, приготовить замороженный срез при запланированном исследовании рака молочной железы. Уэллч сумел изготовить слайд с использованием микротома с заморозкой с углекислым газом. Несмотря на это, общепризнанным методом, который используется сейчас, и общепризнанными основателями этого метода являются патолог Луис Уиллсон и хирург Уильям Мэйер, Уильям Джеймс Мэйер. Они впервые опубликовали исследование в журнале Американской медицинской ассоциации в 1905 году, когда Уиллсон использовал раствор декстрина, встроил туда образец ткани и с помощью тоже замораживания углекислого газа сумел изготовить срез. Этот метод, в отличие от того первого, был изготовлен всего лишь, ну, с использованием этого метода, ткань была изготовлена всего за несколько минут, как, в принципе, и сейчас это делается. И впоследствии он стал обычным методом, который потом приняли на себя другие центры. Также кратко пройдемся по этапам исследования. В наше учреждение впервые, когда доставляется материал, он сразу оценивается на правильность его подготовки к исследованию. То есть он не должен быть залит в какие-то либо фиксирующие растворы, потому что это создает артифициальные изменения впоследствии, которые удлиняют аналитический этап, выполняемый врачом-патологом. Также это затрудняет маска отпечатка при цитологических исследованиях, которые проводятся в других учреждениях. Ну, в целом, здесь просто упомянул про это. Также направление особенно важно должно включать в себя, помимо паспортных данных, особенно клинические сведения, то есть анамнез заболевания, лечения, методы визуализации, какие были. Обязательно локальный статус. И особенно иногда такое случается, что отсутствует номер для обратного связи с врачом-онкологом, и уже приходится по ситуации там выкручиваться, к сожалению. Затем происходит вырезка врачом-патологом с описанием, указанием характерных черт патологического процесса. Здесь можно видеть на примере новообразования яичника. Примерно этот этап занимает 5 минут. Потом нашими лаборантами происходит изготовление препарата. Включает в себя несколько шагов. И это самая, скажем так, времезатратная процедура для всего интероперационного исследования. То есть здесь после выбора кусочка врачом-патологом происходит его фиксация на диски металлические, которые потом фиксируются в патроны, и проведение заморозки. Примерно 1 минута, затем... Это, конечно же, надо учитывать. Для каждой ткани свой температурный режим, а не из специальных руководствов. Применяется специальная среда гелевая, это в идеале, которая состоит из полиэтиленгликоли и поливинилового спирта. Известна под многими названиями, то есть оптимальная температурная среда для вырезки. Ну, здесь по-английски написано. Так, затем идет уже микротомия непосредственно. То есть это самый ответственный этап. Почему? Потому что именно на этом этапе зависит, наиболее зависит качество срезов. То есть примерно 7-10 минут. Здесь видно, как наш лаборант проводит микротомию с изготовлением вот этого слайда, который затем фиксируется на стекло и подается в покрасочный аппарат. Этап покраски составляет примерно 5 минут с помощью системы автоматической покраски тканей по своему отдельному протоколу. То есть стоит также подчеркнуть, что в этот момент у нас проводится покраска основного материала нашего после проводки, после вырезки. То есть просто прерывается процесс, загружается отдельно материал экспресс-биопсии и параллельно выполняется покраска. Ну и самый ответственный этап тоже. Это аналитический, конечно же. Примерно 5 минут занимает. То есть врач-патолог оценивает все изменения, интерпретирует эти результаты и сообщает оперирующему хирургу или врачу-онкологу. Теперь по статистическим данным ГУСОКОП за 3 года, 20-21-22, в 2020 году было проведено 62 интероперационных исследования, в следующем году мы провели 112 исследований, соответственно, рост составил 80%, и в 2022 году было 280 уже исследований, что составило еще 150% от 2021 года. Среднее количество случаев интероперационных исследований в месяц также увеличилось, ну, в принципе, пропорционально, то есть от 5 и 1 в месяц случаев до 23. Здесь представлено общее количество случаев по месяцам, ну, разными цветами. Зеленый 20-й год, синий 21-й, красный 22-й, чисто для наглядности. Что, Алексей Геннадьевич, у меня опять... Ага. Половая принадлежность пациентов. Ну, у нас идет, получается, преобладание женщин над мужчинами, то есть в 2020 году 58 против 4, в 2021-м 92 против 20, и в 2022-м 223 женщины против 47 мужчин. По возрастным группам превалирует, здесь, к сожалению, не видно, 60-69 лет, а потом уже 50-59 лет и 40-49 лет. Так, по локализации процесса. Ну, здесь во многом объясняет диаграмма данной, почему именно женщины у нас превалируют, потому что у нас 220 случаев исследования яичника, потом идет легкие 94 случаи и лимфоузлов 92 случаи, это первая тройка лидеров. А лимфоузлы исследуются при раке молочной железы, строжевой лимфоузе. По гистологическому типу новообразований в яичнике преобладают аденокарциномы, цистоденомы и, получается, простые кисты. В легком преобладают аденокарциномы, и, получается, у нас были случаи исследования туберкулеза, которые составили из, получается, 94 случаев, составили они 11 случаев. Ну, конечно, в нашей, в принципе, специальности без ложки дергте никуда. Несмотря на то, что экспресс-биопсиз за период существования, ну, можно сказать, больше, чем векового существования доказал свою эффективность, к сожалению, мы не можем избежать полностью ошибок. Причины так называемых расхождений диагноза при интероперационном исследовании и последующей по классической проводке материала в целом обусловлены в большей степени это все-таки различия, результаты изготовления срезов. Учитывая, что при классической проводке имеется больше ресурс времени, то есть лучше можно выбрать кусочек для исследования, проводится адекватная фиксация, лучшая проводка материала, лучше вырезка материала, то есть это все, конечно, минимизирует артифициальные изменения в итоге. И у нас за три года было зафиксировано 29 случаев несовпадения по диагнозу, то есть превалируют, конечно же, яичники. Я думаю, давайте про них только сейчас скажу отдельно, то, что из группы яичника по расхождению диагнозов превалирует это, например, разграничение пограничной опухоли и злокачественного процесса, либо, наоборот, пограничная опухоль и доброкачественного процесса, то есть именно созданное образование яичника. Какие можно сделать выводы из всего этого? В Республике Бурятия наблюдается увеличение числа проведения интероперационных исследований, превалирует в настоящий момент яичник легкое и стражево-лимфатический узел при раке молочной железы. Гистологическим типом основным является данокарцинома, и при статистическом анализе структуры расхождений были выявлены превалирующие, скажем так, причины расхождения, это кистозное образование яичников, дифференциальная диагностика которых даже при классической проводке довольно-таки затруднительна. По этому поводу я нашел публикацию в Кокрановском обзоре систематическом. В 2016 году было там опубликовано исследование. При исследовании опухоли в яичниках у женщин был сделан вывод, что для опухолей, которые были доброкачественные или злокачественные по своей структуре, в принципе никаких проблем не было, то есть если это чисто злокачественные или чисто доброкачественные, то есть там, как правило, совпадение диагнозов было хорошее. Но при наличии пограничной опухоли здесь уже начинались проблемы, диагноз был менее точным. И обзор в конце, и авторы обзора предполагают, что в таких случаях, наверное, лучше было бы принять решение о проведении потом дополнительной операции у этих женщин, потому что у каждой пятой из этих, из этой выборки женщин впоследствии обнаруживался рак. Ну, на этом, в принципе, у меня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду обратно на то.